Дорогие братья и сестры, мне так более радостно и более сердечно обратиться ко всем вам, к такому большому количеству собравшихся на этой нашей центральной площади столицы Кубани. И если сегодня мы спросим себя, а какой сегодня праздник? День национального единства. День, когда Минин и Пожарский освободили Москву от польско-литовских интервентов. Да, мы помним, памятник стоит на Красной площади этим замечательным сынам земли русской, но разве это только основа этого праздника? Мне хотелось бы сегодня, пользуясь возможностью и поздравляю всех вас, поздравить с самым главным событием сегодняшнего торжества. С днем памяти Казанской иконы Пресвятой Богородицы, память которой сегодня торжественно празднует Церковь и весь православный русский народ. Дело в том, что Минин и Пожарский получили благословение патриарха Ермогена, которого католики заключили в подземелье. И его письменная грамота дошла до Нижнего Новгорода с благословением принести из Нижнего Новгорода образ чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Казанской. И ополчение именно в лучах этого образа отправилось освобождать Москву. В смутное время бояре рассорились между собою по случаю непогоды, не урожая во всей России, голод и смуток. Россия стояла на рубеже своего дальнейшего существования под угрозой. И вот в это время народ обратился к Божьей Матери со словами «Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве тебе, владычица, ты нам помоги, на тебя надеемся и тобою хвалимся, твоего есть мы, раби, да не постыдимся». И с молитвой заступницы усердной рода христианского отправилось ополчение с многими национальностями на Москву и у стен Кремля три дня пост, три дня молитвы. И когда Арсений, сидящий в застенках, увидел удивительное и чудесное явление Сергия Радонежского, который сообщил ему «Ваши и наши молитвы услышаны, и Господь по молитвам Божьей Матери приложил суд свой на милость, и Россия будет спасена, а Москва освобождена от врагов лютых». И действительно, ополчение, воодушевившись этим событием, в радости торжества одержали победу. И царь Алексей Михайлович утвердил память иконы Божьей Матери 4 ноября быть великим праздником на Руси. А уже с 2005 года он стал национальным и утвержденным государственным праздником. Мне в завершение хотелось бы, поздравляя всех вас, напомнить, что именно с этой иконой Казанской Божьей Матери в бой шли наши великие сыны землерусской. Шел Петр I и одолел шведов. Шел Кутузов и одолел Наполеона. Шел Георгий Константинович Жуков, который возил икону Казанской Божьей Матери под сукном. И я приведу вам сегодня лишь один пример, когда он подошел на фронте в годы Второй мировой войны, а на бруствере у одного солдата лежала иконочка Казанской Божьей Матери. И он когда подошел к нему, спросил, солдат, это твое? А тут же замполит стоит. Сейчас, товарищ Жуков, все поправим, все уберем. Тогда же нельзя было в Бога верить. Нельзя было иконы иметь и крестика на себе. А он имел, говорит, мне мать положила, и вот где я не нахожусь, поли мимо летят, а я живой, товарищ Жуков. И Жуков, будучи верующим человеком, о чем потом напишет его дочка в записках об отце своем, укажет этот пример. Он подошел к солдату, пожал ему руку и сказал, не надо убирать, пусть она будет с тобой. И поэтому, дорогие братья и сестры, сколько раз обращался народ русский к Божьей Матери. И Матерь Божья помогала народу, молящемуся, сыну ее и Богу нашему. И сегодня мы на рубеже этих испытаний всемирным злом объединены различные национальности. Мы видим, что все национальности встали на защиту сегодняшней России, ее интересов, ее веры и ее традиционных ценностей семьи, любви и верности. И в этой борьбе нельзя народу нашему проиграть, потому что с нами Бог, с нами Пресвятая Богородица. И тот, кто надеялся на нее и сплотился вокруг нее, обязательно победит. Вот почему, вспоминая слова святого святителя Игнатия Бринчанина, вам не хотелось бы всем вам преподать эти слова в благословение, братья и сестры. Кто не верит в великое будущее России, говорил святитель, тот погрешает против промысла Божия. А потому с Богом, братцы, как говорил Александр Васильевич Суворов, от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит. Ура! Мы русские, с нами Бог! Ура!